МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они говорят, талант во всём, за что берётся, годам, проблемам не сдаётся. Нужны новые костюмы для очередного дефиле, а цены в магазинах выросли. Команда Галины Степаньковой создаёт модную коллекцию эконом-класса своими силами. Открытие бесспорно. А сколько было других инноваций, сколько написано сценариев, реализовано проектов, сколько написано песен, подготовлено концертов, не считано. Авторская песня «Здравствуй, город Одинцово» великолепно передаёт характер самой героини, отчаянной оптимистки, умеющей заряжать сердца людей верой в добро и справедливость. Здравствуй, город Одинцово, Здравствуй, праздника рассвет. Нет на планете такого Каждый житель самоцвет Нет на планете такого Каждый житель самоцвет Клуб «Ветеран» называют университетом третьего возраста с множеством факультетов. Эта уникальная организация заслуживает отдельного фильма, где почётное место займут популярные коллективы руководителя Степаньковой, самодеятельный театр «Неукомонные» и вокально-хореографический коллектив «Бабочки-бабёночки» лауреаты многочисленных фестивалей. Галине Борисовне просто огромное спасибо от нас, от всех. Она не даёт нам стареть. В 2016 году Снегурочка Галя решила реализовать новый амбициозный проект под девизом «В танцах к активному долголетию». Эта идея запала в душу ещё осенью 2014 года. Тогда в Доме правительства Московской области она и Владимир Яковлев защищали честь Одинцовского района на областном конкурсе бального танца среди представителей третьего возраста. На танцпол вышли почтенные поклонники терпсихоры из 34 муниципальных образований региона, 50 пар новоиспечённых пенсионеров и убелённых сетяной ветеранов. Галина не рассчитывала на победу, о своём участии в танцапальном конкурсе никому не сказала. И вдруг решение жюри. В номинации «Танго» лучшей признана пара из Одинцова Галина Степанькова и Владимир Яковлев первое место. В эту блестящую, неожиданную победу они и сами поверить не могли. В это же время по планам руководства соцзащиты района клуб «Ветеран» должен был подготовить ещё один проект. У нас в 16-м году в соцзащите был проект «Патриотическая тема». И я долго думала о ком, о чём мне написать. И вот здесь я открываю стихи «Маргарита Алигер». И вот как бы ко мне это пришло сразу. И вот сразу вот эти стихи пошли, что я родилась, не зная о войне, но боли в сердце отзываются во мне. Настолько потрясли мне стихи, у меня сразу созрело создание литературно-музыкальной композиции. И я сразу решила, кого я возьму и кто будет в главных у меня исполнять главные роли. И какие там будут звучать стихи, какие песни. С болью в сердце я стала изучать историю о Зое Космодемьянской и поняла, что она ровесница моей маме. Моя мама с 24-го года, а она с 23-го года, Зоя Космодемьянская. И что меня заинтересовало, я стала изучать, потому что очень много негативного было о рассказе о Зое Космодемьянской. Мне хотелось, чтобы все-таки подвиг наших девушек молодых знали наши внуки. Действующими лицами стали от автора поэмы стихи будет читать Алевтина Боровикова. Михаил Дыкань, ветеран государственной службы, станет солдатом-мстителем. Вокальное сопровождение Галина поручила внучке, Александре Серегиной. На себя взяла ответственность рассказать о легендарной Зое Космодемьянской, чей подвиг стал символом несгибаемости, непобедимости русского народа. Не землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавны. Когда выхожу на сцену, играя главную роль, вы даже не представляете, я меняюсь, наверное, просто внутренне. Я даже забываю, что я Степаникова Галина Борисовна. Я уже представляю, что я на войне, и, наверное, родилась весь в то время. Я, наверное, тоже что-то совершила, я бы не сидела на месте никогда. Настолько я люблю и родину свою, и природу, и вообще все. Все буквально. Каждую букашку и каракашку, честно вам признаюсь. Может, кому-то это смешно. Вот. Я просто перевоплощаюсь и с дрожью, со слезами, просто на глазах выгожу. А когда вижу, что еще и зал встал и понял мое душевное состояние, здесь уже просто боль во мне рождается невероятная. После выступления, придя домой, я признаюсь честно, я просто болею. Вот даже сейчас рассказываю, вспоминая все это, даже не знаю, что это происходит, переворачивается вся моя жизнь. Это случилось 27 ноября 1941 года. При выполнении боевого задания Космодемьянская была схвачена фашистами. Несмотря на пытки и стязания, она не выдала военной тайны. 29 ноября в районе деревни Петрищево 18-летняя девушка была повешена. Прошло почти 77 лет. Надо ли в наше время вспоминать трагический день поздней осени 1941 года? Жизнь показала, не просто надо, необходимо. А когда о подвиге рассказывают убеленные седьмой люди, им нельзя не верить. Главный вопрос – патриотическое воспитание, патриотическая работа. Галина Борисовна и я в том числе, мы являемся членами комиссии общественной палаты по науке, образованию и патриотической воспитательной работе. Вы видите, как это все связано. То есть здесь не каждый, здесь вот Галина Борисовна, мы же выступаем вместе, настолько проникновенно, настолько пронизывает, что зал плачет, а она выступает, слезы у нее идут. Я нахожусь рядом, так, и вы знаете, насколько вот это проникновенно, что ощущаешь детишки, вот просто муха пролетит, или как бы сказать, мертвая гробовая тишина, насколько самое главное, я скажу, достоинство Галины Борисовны, она руководитель, она исполнитель. У нее, она работает на школу, у нас подрастающее поколение, каждую строчку. А будет ли это детям интересно? А будет ли это восприниматься? Мне было обидно вот что. Мне помогали мои внуки, мои две девочки, моя красавица, Сашенька и Галя. Когда они смотрели выступление наше, общее, с Галочкой случилась просто истерика. Она подошла, обняла меня, я сказала, бабушка, а почему я ничего не знаю о Зуе Космодемьянской? И Сашенька также, моя певица, она говорит, в школах же это уже не изучали. Я говорю, очень жаль, что ты не изучала это. И после этого они стали заходить в интернет, сейчас они стали изучать все подробности не только о Зуе Космодемьянской, они стали изучать вообще о женщинах, героях Советского Союза. Нас приглашают директора школ, потому что директора школ знают, я могу сказать, чтобы это не было голословно, в ту же девятую школу, где сейчас Кушко, Зоя, кстати, Леонидовна, так, в школу Кубинскую номер один имени героя России, Ткаченко, там Якунина директор, Ольга Владимировна, здесь у нас Ольга Евгеньевна Писарева, это седьмая гимназия, нас зовут, мы в очереди стоим. О чем это говорит? Потому что мы интересны, мы работаем на школу. Первыми зрителями стали школьники. Для них, в чьих руках сегодня будущей страны, был поставлен этот уникальный спектакль, чтобы знали настоящую правду о войне и ее героях. Руководители учебных заведений и сегодня рады пригласить к себе самодеятельных артистов, послушать, поговорить о патриотизме. Воспринимает нас везде хорошо. И рассчитано у меня сейчас все на наших детей. Мы ходим в школы. Вот я просто для вас не сделала фотографии Кубинской школы, когда, значит, я выступила, весь зал просто поднялся, Михаил Ильич свидетель, потому что он там тоже был. Нас обступили, мальчик подошел со слезами на глазах ребенок, мальчишка. И он говорит, скажите, пожалуйста, а Зоя Космодемьянская действительно была такая? Я говорю, вы знаете, она, наверное, была немножко другая, более... Все-таки она была моложе меня, я хотя исполняю эту роль, у меня уже возраст. Говорю, она была настолько молода, что хотела, чтобы она дожила до сегодняшних дней, чтобы у нее были дети, чтобы у нее был любимый. В общем, он меня слышал, у нее слезы текли у ребенка, у этого мальчишки. Как-то принято девочке плачет, здесь мальчик. Он обнял меня, поцеловал, говорит, спасибо вам за эту историю, за эту роль. 20 мая 2017 года поэтическая композиция была включена в гала-концерт 9-го фестиваля «Одинцовские самоцветы». Мне хотелось написать про Зою, чтобы Зоя начала дышать, чтобы стала каменной стеною русская прославленная мать, чтобы эта девочка чужая стала дочкой тысяч матерей. Помните о Зое, провожая путь к победе собственных детей. Русский воин, юноша, одетый в справедливую шинель бойца, ты обязан помнить все приметы этого звериного лица. Ты его преследовать обязан, как бы он не отступал назад, чтобы твоей рукой он был наказан гитлеровской армией солдат. Чтобы он припомнил, умирая, на снегу кровавый Зоинцвет. Если мимо виселицы прямо, все идти к востоку, там Москва. Если очень громко крикнуть «Мама! Мама! Мама! Мама!» Люди смотрят, есть еще слова. Граждане, не стойте, не смотрите, я жива, и голос мой звучит. Убивайте их, травите, жгите, я умру, но правда будет жить. Родина! Слова звучат, как будто не в последний раз. Всех не перевешивайте, много нас, миллионы нас. Родина! Вот она! Снежная, зимняя, мглистая. Русская деревня, родные лица, мой народ, Родина. Тупой сапог фашиста выбивает ящик из-под ног. Это тебе, моя победа. Оценивая выступление клуба «Ветеран», Людмила Дмитриевна Баукина, педагог с 50-летним стажем, член Союза писателей России, в адрес создателей композиции, сказала. Я низко кланяю всем, да, Господи Боже. Это наш просто народ удивителен. Народ. У меня есть такое короткое стихотворение. Это русский характер не позволит согнуться. Это русский характер не позволит прогнуться перед нечистью всякой с одной стороны. Просто люди России единством всего. Кланяюсь, понимая, что значит патриотическое воспитание. Ради этого, поэтому по школам мы уже тоже сколько ходим. Поэтому кланяюсь и Галине, конечно же, Борисовне, с великим, вот прямо честное слово от души. И этому человеку, который принимает активные участия в такой работе, очень важной, сверхважной, низкий поклон. 12 июня председатель общественной палаты Одинцовского района Захар Иванов направил в Совет по присуждению ежегодных премий губернатора Московской области «Наша Подмосковья-2017» рекомендательное письмо. Он писал в номинации «Гражданская инициатива» проект, что такой подвиг Галины Степаньковой реализован полностью и обоснованно заслуживает награждение премий категории «Команда», что подтверждают многочисленные отзывы. В результате по итогам губернаторского конкурса команда Галины Степаньковой стала лауреатом второй степени. Что такое подвиг? Это когда, не жалея своей жизни, не думая об этом, отдаешь все, что у тебя есть, а у нас что, дорогой, наша жизнь. Я считаю, что Зоя Космодемьянская, и она примером была всегда и примером остается, ведь она знала, что за народ, как последние, было слова. Нас много, нас миллионы. Не уничтожите всю нашу нацию. Мы будем жить. Мы молодые. Хочется нам жить. Но жизнь я отдаю за вас, за Родину. Вот так. Я так понимаю. Я представляю даже сама себя такой. Я вот еще раз повторяюсь. Если бы я раз в то время, меня бы дома никто не застал. Я вообще такая была всегда по жизни. Мой отец за меня всегда переживал, где только я не была и чего только я не вытворяла, как говорится. Был момент, когда вы стояли на грани? Это такая личная жизнь была у меня на грани. На грани у меня это связано с моей жизнью. Да, у меня произошло в жизни предательство такое, скажем. И мне было очень тяжело. И мне хотелось даже выброситься из окна. У меня взрослые были уже дети. Ну, как бы я подумала. Еще мама моя была жива. Отца уже не было. Думаю, мой поступок отец не оценил. Это просто безволие. Я должна жить по-другому. Я же знаю, что такое жизнь. И люблю ее, и дорожу ей. Готовясь к съемкам, наша героиня принесла несколько фотографий из семейного альбома. На этом снимке Гале Алферовой, 15 лет, восьмиклассница. Тогда она начала писать стихи и гордилась своими тугими косами. Пройдет два года, этого знакового убранства у девушки не станет. Одноклассник Валера выпускному вечеру срежет ее косы. Когда через год он приедет с букетом цветов объясняться Галине в любви, она уже будет носить фамилию Степанькова. С Владимиром они познакомились в строительном училище. Прожили в любви и согласии 23 года, обзавелись внукови. Но молодой дедушка Владимир Тимофеевич неожиданно влюбился. Чтобы пережить предательство, Галина с головой ушла в творчество и общественную работу. Не вспоминать бы эту грустную историю сегодня, Но Степанькова в очередной раз удивила своей непредсказуемостью и искренностью. Последнее мое стихотворение, которое я посвятила мужу, Защити меня от бед своей верностью, Прогони мои страхи нежностью, Поцелуй ему три горькие слезы мои, Крепко-крепко меня отменей, Будь всегда рядом со мной, любимый мой. Я посвятила эти стихи своему мужу, Хотя с ним разведена, много лет живу одна, Но все равно я считаю, что я верна единственному человеку. Вот просто так сложилось, я не умею прощать некоторые вещи. Сегодня вас дома найти сложно. Практически не найти. Вот эта комната 38, она стала вторым домом. Да. Мне иногда говорят, Галина Борисовна, Вы такая интересная женщина, Чего же вы до сих пор замуж не вышли? Я говорю, как не вышла замуж? Я замужем за своей 38-й комнатой. Я говорю, замужем за своей работой. Я ее люблю. Вот такая моя жизнь. Я люблю все, что я делаю. Я люблю здесь каждого. Конечно, может быть, некоторые считают меня дерзкой. Бывает во мне дерзость. Но иначе я не могу поступить, Тогда у меня все развалится просто. Но я люблю каждого. Я навещаю каждого. Я звоню. Вот мне недавно позвонила наша любимая Шарла Валерия Борисовна. Галочка, приди, пожалуйста, ко мне. Я очень разбилась. Я упала. Пожалуйста, приди. Мы с Леной с Нестаренко собрались, Пришли к ней действительно. Старенькая, худенькая. Как лепесточек она стала. Мы ее часто навещаем. Я очень люблю этого человека. Очень мудрая. С ней есть о чем поговорить. И с ней есть о чем посекретничать. Никогда она не предаст, Никогда она не расскажет ничего такого плохого. Наоборот, посоветует. Галочка, успокойся. Много советов хорошего мне давала. И, наверное, благодаря ее советов я до сих пор вот в таком здоровье. Остается пожелать нашей неутомимой героине Ромашки, 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 цветы. Иду и гадаю, любишь ли ты? Иду и гадаю, любишь ли ты? Что делать не знаю. Ромашки, цветы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова